В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета старший преподаватель Милюша Тукмакова совместно со своими студентами направлением Motion Design разработала анимационную квест-игру по территории Святого Ключа города Белярск. Получается, во время работы я подумала о том, что этот квест нужно сделать интереснее и привлечь студентов для его разработки. Таким образом, у нас получился анимационный квест с элементами анимации, которые как раз-таки студенты разрабатывали. Игра проходит через Телеграм-бот. Команда студентов создала целую историю, в которую погружаются игроки. Всего на территории шесть объектов. Каждый участок сопровождается своим анимационным рассказом, который своей атмосферой сплетают в единую историю. Алгоритм наших действий был такой, что как раз-таки сначала мы приехали на территорию. Мы встретились с директором Белярского заповедника. Он нам рассказал историю, показал музей. После этого мы писали сценарий, как раз-таки выбирали легенду и уже приступали к анимации. Прописывали маршрут несколько раз. Довольно-таки долго у нас шел этот процесс. Но в итоге у нас получился такой квест. Квест-игры такого плана актуальны своим удобством, многофункциональностью и простотой. Немаловажна и доступность для аудитории. Ведь на сегодняшний день Телеграм является самым популярным месседжером в Москве и Санкт-Петербурге. А в остальной России входит в топ-10 приложений App Store и Google Play. Я думаю, что эта разработка очень актуальна, потому что сейчас, особенно в это время, актуальны поездки одного дня недалеко от Казани. Я думаю, что это будет интересно как для тех, кто часто бывает на этой территории, так и для тех, кто думает о том, как им провести свои выходные. Что еще можно нового посмотреть в нашей республике. Квест-игра была создана в рамках конкурса грантов Министерства по делам молодежи Республики Татарстан для физических лиц, где участвовала Милюша Тукмакова. В будущем студенты вместе с преподавателем планируют создать еще варианты квест-игр, анимацию которым ребята создадут сами. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.